Ну что ж, вот последняя информация, прям так сказать, с подполы. В Курской области ВСУ продвигаются от 1 до 3 километров за последние сутки, и в то же время окончены уже поиски и уничтожения противников в населенном пункте Суджа. За это время в обменный фонд попало более сотни российских военных. Суджа находится под контролем ВСУ. Как вам оперативная обстановка на Курском направлении по состоянию на сейчас, из того, что можно рассказать? Поделитесь, пожалуйста. Ну я скажу, что мы полностью владеем инициативой, вот на этом участке фронта мы полностью владеем инициативой. И продолжаем расширять нашу территорию, которую мы на сегодняшний день контролируем. Дальше, я так понимаю, единственное, что мы не можем с вами сегодня оценить, на какую глубину входить нашим войскам, потому что мы не знаем объем группировки наших войск, который будет применяться для взятия под контроль этих территорий. Вот здесь как бы сложно, но характер боевых действий показывает, что системной обороны нет, мы ведем маневренные действия, и эти маневренные действия приводят к очаговым столкновениям между вооруженными силами Российской Федерации и вооруженными силами Украины, что дает нам возможности не вводить большого количества войск на данном этапе на территорию противника. Так что мы продолжаем владеть инициативой, продолжаем продвигаться. Олег Владимирович, президент Зеленский только что сказал, что обсуждается вопрос создания специальных военных комендатур на территории захваченной Курской области. Вот объясните, к чему это? Это означает, что там все-таки мы всерьез и надолго, или это такой политический момент, на который Путину придется отвечать? Как вы рассматриваете это сообщение? Ну это всерьез и надолго. В принципе, я так и говорил с первого дня, потому что нет смысла проводить такой глубокий масштабные рейдовые действия только заради того, чтобы, допустим, погонять противника по нескошенным травам или нанести ему какой-то урон. Надо удерживать эту территорию. Эта территория станет нам огромным плюсом в случае, если сложатся условия для разрешения этой ситуации в контексте дипломатического пути, в переговорном процессе. И пока есть возможность, надо ее удерживать. Ну а комендатура это абсолютно нормально. Всегда начинается все с организации комендантской службы. Впоследствии эти комендатуры могут быть трансформированы в военно-гражданские администрации на данной территории для того, чтобы управлять и населением, и самими территориями. Без их создания мы не обойдемся. Я сегодня видел, как украинские волонтеры раздают гуманитарку суджанцам, которые остались на российской территории, которая сейчас находится под контролем ВСУ. Если вообще даже не знаю, как это называть. Наверное, это уже украинская территория, пока так можно сказать. Нет, это не украинская территория. Давайте так. Это территория Российской Федерации, которая освобождена от, допустим, путинского режима. От тоталитарного режима Владимира Путина. Вот так. Пока что, да, возможно, та серая зона, о которой говорил сам Путин. Но я вот посмотрел, как раздают гуманитарку, вижу, что люди приходят и так далее. Как вы думаете, можем ли мы себе представить реальную ситуацию, что там будет военная комендатура со временем, потом, возможно, там придется проводить выборы, люди будут жить по какому-то определенному укладу. И Путин параллельно с этим попытается эту ситуацию нивелировать. Ведь они сейчас уже очень часто говорят на пропагандистских шоу, что это не место для дискуссий, значит, по поводу Суджи и Курской области. Нам не нужно сейчас говорить, нам нужно говорить о другом, нам нужно говорить о глобальной победе. Я когда это слушаю, мне, честно говоря, даже не верится, что они такую риторику могут использовать. Могут ли они забыть об этом? Нет, они не могут об этом забыть. Это головная боль, в первую очередь, Путина, потому что это создает для него огромные проблемы в плане его политического будущего и даже политического настоящего. Единственное, что Путин боится распространения этой информации о том, что там реально вооруженные силы Украины и что они реально контролируют территорию Российской Федерации. Ведь по большому счету он фактически выбросил Конституцию Российской Федерации, выбросил мусорную корзину, потому что она обязывает его как президента принять все меры для восстановления территориальной целостности и суверенитета страны. А он прячет войну под контртеррористическую операцию. Он назначает туда людей, которые будут максимально цензурировать информацию, исходящую из этих регионов. Они даже сегодня придумали беженцев, переселенцев с Курской области отправить в Запорожскую область, на временно оккупированные наши территории, чтобы не было... ну, сарафанное радио самое мощное радио в мире, еще быстрее... оно мощнее интернета и быстрее его. Никто его еще не перегнал. Поэтому, если когда люди начнут рассказывать реальные истории о том, что там происходило, то социальное мнение может начать меняться. Оно и так уже меняется. Мы слышим разговоры местных жителей, которые рассказывают свои впечатления о том же Путине. Как они к нему относятся, как врет телевизор и как не соответствует то, что говорят в телевизоре и реально в жизни. Поэтому, и я вам скажу, что вот в такой ситуации, то Путин может долго не удержаться у власти. Там же начнется сейчас элит и требует от Путина, как говорил, помните Суровикин, принятия трудных решений. И Путину надо что-то говорить. А начинать надо с того, что признать факт вторжения, объявлять военное положение, закрывать границы и объявлять мобилизацию. Это, кстати, ровно то, что сделали мы с вами в феврале 2022 года. Он этого боится. Если Путин не объявит мобилизацию, не объявит вторжение, а будет дальше говорить, что есть там какая-то провокация, как он называет сейчас задачу Минобороны выбивать противника и так далее, до какого предела может эта ситуация продлиться, если вы говорите, что от него ждут принятия решений элиты? Вот до какого момента они готовы терпеть? Или все-таки должны дальше в СУ еще продвинуться, чтобы это стало еще более горящим вопросом? В принципе, мы можем даже, если нет силы и возможности, то можем даже здесь останавливаться. Неважно, даже если бы мы метр квадратный взяли под свой контроль, для Путина это прецедент. А для элит я скажу так, что долго эта ситуация продолжаться не может, потому что там же не все так красиво, как рассказывает действительно, вот как та бабушка сказала, что врет телевизор, очень сильно врет в Российской Федерации. Состояние экономики, состояние финансовой системы Российской Федерации не такое уже хорошее. Даже факт обращения Путина к Лукашенко, дай мне танки и бронетранспортеры, потому что мне нечем воевать. И Лукашенко отдает из боевого состава своей армии, готовит к передаче тяжелой технику и вооружения, боеприпасы для Российской армии. Сегодня выяснилось, что нет свободных резервов. Все, они собрали 15 батальонов, это все, что они смогли с Херсонской области, с Запорожской области, ну и там немножко с Луганской области. И перекинули для тушения пожара, а сейчас свозят срочников. Срочников туда свозят. То, что Путин клялся, что они никогда не будут участвовать в боевых действиях. Я вам скажу, что вот такая ситуация, она приближает тот момент, когда из толпы маленький мальчик крикнет, что король-то голый. И вот здесь уже с Путиным никто не будет считаться. И ему не избежать дворцового переворота. Но также пишут, что кидают сейчас подразделения так называемых боевиков ДНР или же пятнашки на защиту Курской области. Они известны в первую очередь своими мародерскими наклонностями. И понятно, что сейчас они будут грабить дома, отселенных людей, да и возможно из тех, кого не отселили, просто будут заходить. И, конечно, это проблема для нас по созданию картинки, потому что явно Российская Федерация будет обвинять в любом мародерстве своих же украинские войска. Вот, кстати, как вы видите борьбу с этим? Или, в принципе, мир сейчас и военное руководство других мировых стран понимают, что такое Россия, и на эту картинку обращать внимание не будут? Я думаю, что если мы еще эту картинку очень хорошо подсветим в нашем информпространстве так, как надо с точки зрения международного права и законности этих действий, то, в принципе, сегодня не 2014 год и не 2022 год. Сегодня все прекрасно понимают, что такое Российская Федерация, особенно лидеры тех стран, которые посетили Украину, которые были в Буче, которые видели своими глазами эти пыточные места расстрелов людей и так далее, и те разрушения, которые принесла российская армия на нашу территорию, они уже просто прекрасно понимают, о чем идет речь. И Россия, она хоть и будет рассказывать про распятых мальчиков и съеденных на завтрак младенцах, но это уже будет больше для внутреннего электората. Хотя и внутренний электорат сегодня особо не воспринимает ту информацию. Вот смотрите, Z-блогеры пытались подсветить тему о том, что сейчас патриоты все стоят в военкоматы в очереди для того, чтобы записаться, идти защищать Родину. А нету патриотов в военкоматах. Даже за 2 миллиона рублей уже никто не бежит подписывать контракт. Срочников из пунктов постоянной дислокации частей и соединений выдергивают для того, чтобы... Их уже даже мем придумали, название, называют их курские отряды. Формируют роты из этих срочников и отправляют в Курскую область для формирования группировки войск по остановке продвижения вооруженных сил Украины. — Олег Владимирович, вот Путин еще говорил про КТО, то есть контртеррористическую операцию не только в Курской области, но и на Брянщине, и в Белгороде, Белгородской области. Скажите, насколько реально, чтобы ВСУ продвинулись туда и нужно ли туда идти ВСУ сейчас? — Я думаю, что вряд ли мы будем расширять этот пластдарм. Почему? Потому что все-таки мы не обладаем таким мобилизационным ресурсом, как та же Российская Федерация. Они не могут им воспользоваться, правда. Это для нас огромный плюс на сегодняшний день. Но тем не менее, у нас два критерия. Личный состав и техника и вооружение. Может быть, мы и смогли бы сформировать еще несколько бригад, но вопрос комплектации. Я обращу внимание, что даже президент Зеленский говорил в одном из своих обращений, что бригады есть, техники и вооружения для них не хватает. Не успевают поставлять. Вопрос объема поставок. Особо не хотят же Запад переводить на военные рельсы свою экономику. Поэтому ВПК работает настолько, насколько может. Чуть-чуть увеличивая, постепенно, точнее, наращивая выпуск техники и вооружения, что не дает возможности. А запасы же никто, обратите внимание, запасы никто не спешит отдавать. То, что есть на складах. В основном старается методом замены. Новое себе. Со складов нам. Поэтому, я думаю, что вряд ли будут еще предприняты попытки входа на территорию Российской Федерации в других областях. Но ситуация такова, что да, Путин вынужден в трех областях. Вся группа войск с севером, она фактически теперь находится российская. Имеет в зоне контр-российской операции. Ну вот, вроде западные наши союзники очень позитивно отреагировали на то, что вооруженные силы Украины освободили часть Курской области. И Линси Грэм, значит, двопартийные сенаторы и от республиканцев, и от демократов говорили позитивно. И говорили, что это прям потрясающе, великолепно, то, что делают вооруженные силы Украины. Причем не предупреждая наших союзников, что важно. Потому что они, возможно, внесли какой-то дискусс в эти планы. Кроме того, представитель Буддестага, оборонного комитета, говорит о том, что это повод передать Украине еще больше леопард. Но при этом как-то странно, что до сих пор нет решения о снятии ограничений на использование дальнобойного вооружения, которое могло бы решить вопрос той же санитарной зоны намного проще. И помочь в том числе этой Курской операции. Скажите, почему этого решения нет, как вы думаете? И насколько сложно без него продолжать военные действия в Курской области? Ну, это политическое решение. И это решение за одним человеком или за его командой Джо Байден. Соединенные Штаты Америки, они как бы законодатели мод в организации нам помощи. И в том числе и частично влияют на ход боевых действий. И поставками вооружений, и вот такими вот решениями. Я думаю, что тут вопрос медленного ослабления и осторожного ослабления военно-технической мощи Российской Федерации. Самое страшное событие, которого боятся на Западе, и в том числе в Соединенных Штатах, это развал Российской Федерации. Никто не хочет этого развала. Они хотят, насколько я понимаю, они хотят добиться смены политической элиты. Для того, чтобы уже с новым руководством Российской Федерации начать переговорный процесс об условиях сосуществования с чистого листа. А сейчас, чем мощнее у нас будет вооружение, тем быстрее мы смогли бы достичь победы, и тем сильнее разгромить российскую армию на поле боя. А это может вызвать цепную реакцию в плане активизации внутренних процессов по развалу самой Российской Федерации. Вот это, на мой взгляд, главный и единственный сдерживающий фактор, почему США не дают нам F-16 для выполнения боевых задач, а только на переднем крае, а только в составе системы противовоздушной обороны. Почему не разрешают бить ракетами на всю дальность достигаемости этих ракет, то есть на 300 километров. Ну а остальные партнеры смотрят исключительно на США. Та же Великобритания, допустим. Вот вы о Байдене упомянули, он сказал как раз про Курскую операцию, что Путин теперь находится перед серьезной дилеммой. То есть вот так заинтриговал и три точки оставил. Больше ничего не комментировал президент Штатов о Курском наступлении в СУ. Как вы думаете, какую дилемму имеет в виду Джо Байден сейчас, перед которой столкнулся Путин? Какой выбор у него есть? Ну так вот это как раз дилемма, которую я только что описал. Только мы ее рассматривали с точки зрения военной, а теперь можно ее сформулировать с точки зрения политической. То есть у Путина быть или не быть. Либо продолжать войну в том же духе, но уже с пониманием того, что ты полностью не контролируешь ситуацию на линии фронта. Да, там генерал еще с шашками наголо пытается наскока продавить нашу оборону и захватить Донбасс. Видите, он даже в данный момент складывается впечатление, что произошел размен. Бог с ним, с той Курской областью, пусть там сколько сможет в СУ захватит, мы их попробуем остановить. А потом когда-нибудь она вернется под контроль. Но главное сейчас бросить все, чтобы захватить Донецкую область в ее границе. Это один вариант решения у Путина, насколько схватит у него сил и средств. А второй вариант, это искать пути решения этой проблемы и принимать в том числе и сложные решения. То есть идти на компромиссы и пытаться решить эту проблему путем, допустим, прекращения. Как Кирбис сказал, если Путин обеспокоит события в Курской области, пусть остановит войну и выведет войска из Украины. Вот в чем дилемма состоит на сегодняшний день для Путина. А его окружение и элита, я больше чем уверен, что сейчас все стоят на позиции того, что срочно надо прекращать эту войну, надо разбираться с экономикой страны, потому что она уже находится где-то, уже скорее всего плато пройдено. Судя по докладам главы Центробанка России, там ситуация аховая в финансах и в самой экономике страны. И видите, ВПК, переведенная на военные рельсы, два года переводили экономику России на военные рельсы, и сегодня бабушка осталась у разбитого корыта. Лукашенко, дай мне танки, мне нечем воевать. Да, ну вот вы упомянули о Донецкой области, сейчас там противник активизировался, и я уже видел кадры, вроде как говорят, что это окраины Покровска, там идут уже какие-то уличные бои, очень активно продолжается наступление Россия. Вы, наверное, имели в виду Торецка. Да, да, абсолютно. До Покровска еще 20 километров, слава богу. Оговорился, да, пускай так и будет. Да, действительно, на окраине Торецка уже были многоэтажки, как раз наши выбивали группы, там штурмовое подразделение противника. Ну, в общем, Покровское направление сейчас одно из самых горячих. Давайте расскажем, что сейчас там происходит, насколько велики сейчас успехи россиян, вообще куда они могут продвинуться, когда и какие они туда силы подбрасывают. Ну, смотрите, у нас Торецкая, Краматорская, Покровская и иногда к нему присоединяется Кураховское направление. Вот это вот, в принципе, это Донецкая область. Вот все эти четыре оперативных направления Донецкая область и враг пытается, но они наскоками пытаются продавить нашу оборону. Когда они немножко перегруппируют свои войска, когда укомплектуют первый эшелон более-менее личным составом, они начинают сильно давить. А потом, когда нанесенные им потери снижают боеспособность этих частей, они их откатывают во второй эшелон и начинается перегруппировка. Тогда боевая активность спадает. К сожалению, да, вы правы, что на Торецком направлении начались продвижения врага. Оно, кстати, последние несколько суток замедлилось, но, тем не менее, бои идут на окраинах самого Торецка и фактически противник ввязывается в уличные бои, так как это было в других населенных пунктах, в той же Абдеевке, в том же Бахмуте. Вот. Посмотрим, насколько мы сможем там регулировать ситуацию. Но на пока только за счет кратного преимущества в численности как техники, так и личного состава, к сожалению, врагу иногда удается продвигаться. Хотя темпы, я скажу, что мы снизили довольно сильно. И в Часовом ЕРУ мы более-менее стабилизировали ситуацию. Там канал нас выручает очень сильно. Дело в том, что сам Часов ЯР они стурмуют только в пешем порядке. Техника не может перейти через канал без инженерной подготовки. И за счет этого мы держим ситуацию там под контролем. И уже, обратите внимание, несколько, уже даже больше, чем неделю в Часовом ЕРУ колебаний линии фронта на сегодняшний день не замечено. Покровское направление, оно остается главным. Но там они уже третий раз меняют направление главного удара. Сначала они шли на север, в сторону Александрополя. Мы их там остановили. Они пошли на запад в направлении Воздвиженки, чтобы перерезать трассу. Мы использовали характер местности, там небольшая речушка и господствующие высоты. Мы сели Воздвиженки на высоты, они остановились. Сейчас они пытаются продавить направление на юг. И вот когда они меняют вектор главного удара, у них получается с наскока, опять же, получается немножко взять, продвинуться вглубь нашей обороны, взять какой-то темп. Потом, как только мы начинаем организовывать или проводить стабилизационные мероприятия, так называемые, выстраивать свою оборону уже на новых рубежах, то мы добиваемся успеха в том, что мы снижаем, резко снижаем. За желанные уже неделю идут бои. Неделю. И они не могут пройти один населенный пункт. Так что там, я скажу так, что ситуация очень тяжелая, как для нас. И нам там необходимо увеличение огневых возможностей наших группировок войск. В плане, опять же, применения авиации, это одна из самых больных проблем, потому что борьба с КАБами на сегодняшний день у нас практически не ведется. Ну и увеличение количества артиллерии. По боеприпасам сейчас более-менее разобрались. Поток налажен, и чешский проект, и поставки от партнеров. А вот количество стволов, ну, было бы неплохо, хотя бы раза в два увеличить. Понятно, что прогнозы – дело неблагодарное, но спрошу вас про Южный фронт. Вроде как пишут, что оттуда резервы российские перебрасывают, ну, или части перебрасывают на помощь Курскому фронту, Курскому направлению. Учитывая, что недавно была очень успешная операция наших войск, десантная, на Кинзбургской косе, возможно, на юге стоит сосредоточить свои усилия. Что вы думаете? Или там все очень тяжело? Ну, опять же, для того, чтобы сосредоточивать усилия на юге, надо иметь резерв, оперативный резерв. Надо иметь несколько бригад в резерве, и надо иметь материальное обеспечение для проведения там каких-либо операций. Там одна может быть проведена операция. Операция по форсированию Днепра и перерезание сухопутного коридора. То есть, поход на Бердянск или хотя бы поход на Перекопс. Другой операции там не имеет смысла проводить на сегодняшний день. Но для этого надо, мы не знаем, к сожалению, с вами, есть ли у нас такая возможность. Провести спецоперацию на Кинзбургской косе, опять же, надо иметь общевойсковые подразделения, которые потом туда будут должны зайти за силами специальных операций. То есть, захват, допустим, плацдарма, высадка на косу, и тогда заход на Армянск со стороны Крыма. Это была бы очень хорошая операция. Ну, возможности, насколько наши возможности на сегодняшний день для проведения операций по преодолению водной преграды или морской акватории, или реки Днепр. Ну, в принципе, как вариант это можно рассматривать. Потому что отдельно рассматривать курскую операцию как одиночное действие я бы не стал. Я думаю, что будет комплекс. Как минимум еще один или два этапа этой операции должны быть. в каком месте и когда произойдут они в ближайшие недели, а вот в каком месте, ну, посмотрим на местности. Пока Генеральный штаб молодцы молчат и держат режим тайны на достаточном уровне.